Застойные годы оказались самыми застольными. Потребление алкоголя в СССР непрерывно росло, побив в 1984 году все мировые и исторические рекорды. В среднем за год по стране на душу населения выпивается по 10,5 литров абсолютного алкоголя, то есть спиртового эквивалента. Одно за другим принимаются партийные и государственные решения о преодолении пьянства и алкоголизма. Резко увеличены штрафы за появление в пьяном виде где бы то ни было. Выпивка на работе, обычное дело, объявлено главным производственным преступлением, за нее увольняют без разговоров. Спиртного больше нет в поездах, самолетах, столовых и гостиницах. Агрессивной пропагандой здорового образа жизни занимается Всесоюзное общество борьбы за трезвость. В него вступает 3 миллиона человек. Вино приравнено к бескультурью. Общество издает журнал «Трезвость и культура». Комсомольский почин – безалкогольные свадьбы. Правда, порой они проходят с водкой в самоварах и коньяком в заварочных чайниках. Начало антиалкогольной кампании многих пугает. Говорится, что это программа по абсолютному искоренению. И в 70-й годовщине Великого Октября, то есть в 87-м году, мы вообще прекратили производство алкоголя. Горбачева считают продолжателем дела Андропова. Только новый геншек молотит и гайки точно закрутит. К концу 85-го года потребление алкоголя в стране снижается на четверг. Но скорость тут пройдет. А больше ни на чем этот последний тоталитарный эксперимент не держится. Горбачева за борьбу с градусами назовут «Минеральный секретарь» и «Лимонадный Джо». Глядя по телевизору на миловидную Раису, будут говорить, хорошо, что Горбачев не импотент, а только трезвый. Спиртное продается только с двух дня в специализированных отделах и особых местах. Например, в Москве из полутора тысяч винных магазинов закрывают тысячу. По всей стране в очередях толпы людей перед праздниками битвы не обходятся без жертв. Мастеровой люд за услуги больше не берет деньгами. Их трудно отоварить, требует платить пол-литрами. Цена на водку будет удвоена. Очереди от этого не уменьшатся, увеличится самогоноварение. Но даже табуретовка из целлюлозы – ничто в сравнению с массовым употреблением во внуц, мозольной жидкости и средства для мытья стекол – секунда. К 80-м годам народ допился до таких чертиков, что испугался и стал ждать спасителя. Кого-то, кто за пьянку рвал бы ноздри, метил каленым железом. Причем жаждали не просто жестокости, а российской жестокости, то есть бессмысленной и всеохватной. Первым эту потребность уловил Андропов, но того быстро прибрал Бог. О том, что стали делать Горбачев с Лигачевым, на первых порах можно было сказать то, что надо. Жестокость была вполне бессмысленной. Людишек не жалели. Прославленный директор завода на своем 50-летии выпил рюмку с ближайшими сотрудниками. Отправили в отставку, исключили из партии инфаркт и нет человека, которого сами же называли национальным достоянием. Не жалели и лозу, вырубали виноградники, закрывали глаза на прореху в бюджете. Из старых кинокартин и даже опер вырезали сцены с тостами. Не смогли сделать, выполнить второе условие. Не смогли сделать жестокость всеохватной. А в России так нельзя. Нельзя свирепствовать в одном углу и благодушно попустительствовать в другом. Нельзя уничтожать человека за выпитую рюмку и прощать анекдоты об этом.